В детстве одним из моих любимых мультиков был Джимми Нейтрон. И для меня самым крутым его изобретением была книжная жвачка. Это были пластинки, каждая из которых содержала текст целой книги. И, как говорил Джимми, начнешь жевать и все узнаешь. С тех пор, как я посмотрел тот эпизод, я хотел, чтобы это изобретение реально существовало. Было бы дико круто просто пожевать жвачку и запомнить весь Моби Дик или учебник по Матану. Но, к сожалению, такой штуки не существует. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что можно сделать, чтобы лучше запоминать то, что читаешь. Ведь можно читать больше книг, можно читать их быстрее, но если ты не воспринимаешь информацию, не можешь ее применить или даже вспомнить, то в чем вообще смысл такого чтения? И, на мой взгляд, есть две категории книг, которые можно обсудить. Первая – это книги из фактов и концептов, которые просто нужно знать. Например, простой эффект воздействия из книги Каннамена «Думай медленно, решай быстро». Или определение Кравелла, которое можно найти в книге Дэниела Бурстина «Первооткрыватели». Информация, которая содержится в таких книгах, более академическая. Она не так применима к жизни, ее трудно использовать. Но ее все равно нужно знать, будь то для теста или просто потому, что вам хочется. И сначала мы быстро пробежимся по пяти техникам, которые помогут эффективнее запоминать информацию из любой книги, которую вы возьмете в руки. Но они будут особенно эффективны с академическими книгами. А после этого мы поговорим о второй категории книг. Они более практичны и применимы. Например, теория музыки или наука о кухне. Такие книги учат нас тому, что мы точно будем использовать, и как можно догадаться, самый эффективный способ запомнить информацию из них будет немного другим. Но сейчас поговорим о пяти техниках чтения. И первая из них – это предчтение. Перед тем, как начать читать саму главу, посмотрите на оглавление книги. Пролистайте текст, посмотрите на заголовки и пункты, а потом смотрите в конец. Если там есть краткое содержание или вопросы, прочитайте их. Если сделать это вначале, ваш мозг настроится на выуживание самой важной информации, когда вы начнете читать текст. И вот вам отличный пример того, как это влияет на восприятие. Закройте глаза и подумайте о каком-то цвете. Достаточно пары секунд. Когда вы откроете глаза, то сразу начинайте замечать этот цвет вокруг себя. Вы настроили мозг. И предчтение делает то же самое со словами на странице. Во-вторых, выделение тоже может быть эффективным, но только если делать его правильно. У многих есть тенденция выделять слишком многое или выделять что-то сразу, перед тем, как понять и осмыслить текст. Как говорит Уолтер Пак в книге «Как учиться в колледже» – прочитайте текст перед тем, как выделять его. Так вы убедитесь, что фокусируете все внимание на осмыслении того, что читаете, а не ищите, чтобы подчеркнуть и что вы не выделяете слишком много. А это важно. Ведь чем больше текста вы выделяете, тем менее полезным становится выделение. Если подчеркнуть каждое слово в книге, то вы просто измените ее цвет и не добьетесь ничего. Но помимо этого маленького предупреждения, у меня есть дополнительный совет. Если вы выделяете текст в электронной книге или на другой цифровой платформе, обычно он сохраняется в определенном месте. Например, в приложении Kindle можно найти все хайлайты из конкретной книги в одной папке. Техника третья – конспектируй текст после прочтения. И акцент здесь на слове «после». Не нужно ждать, пока вы закончите всю главу, но, думаю, будет полезно прочитать одну секцию, погрузиться в нее, а потом пройтись по ней еще раз и записать самое важное. Но вы можете спросить, а какие детали самые важные? Как узнать, что записывать? В идеале, предчтение должно помочь вам с этим, потому что вы настроитесь на самое важное. Но вообще, лучше смотреть на ключевые термины, которые выделены жирным или курсивом, на главные темы, а также на примеры и истории, которые подчеркивают эти темы. Их можно сокращать, не нужно расписывать все до мельчайших деталей. Опять же, длина и конкретный формат записи – личное дело каждого, и они улучшаются со временем, но если вам нужен пример, то могу предложить вам конспект «Силы привычки» Чарльза Духига, который висит на моем сайте. Ссылку можно найти в описании. Тут мы подходим к смежному совету – пересказывать материал сразу после прочтения. И вот здесь уже будет полезно прочитать всю главу, вернуться назад и начать выуживать главные моменты, подглядеть в конспект и написать краткое содержание. Опять же, оно не должно быть большим. Это просто дистиллированная версия того, что вы прочитали, со всеми важными тезисами. Наконец, поищите вторичные источники информации, которые дополняют книгу. Так вы создаете дополнительные нейронные связи с материалом, который черпаете из нее, и подогреваете свой интерес к темам, которые, на первый взгляд, вам не очень интересны. Ведь частенько просиживание штанов перед куском мертвой древесины на столе – не самый интересный способ узнавать новое, да? Не сомневайтесь. Интерес – самый важный ингредиент эффективного обучения и крепкого запоминания. Как сказал Фрэнсис Локвуд сто лет назад, «В перспективе секрет обучения лежит в нашей способности погружать мысль, задачу и урок в поток интереса». И если у вас есть время и возможность, найдите другие источники информации, которые поднимут ваш интерес к теме. Это могут быть другие книги, эпизод интересного подкаста, поход в музей или даже видеоигра. Причина, по которой я все еще помню, что такое каравелла – это игра Civilization 5, где я их использовал, когда прочитал первооткрыватели. Остановимся на секунду. Вчера я наиграл больше ста ходов в пятую циву, просто чтобы снять этот долбанный кат про каравеллу. И оказалось, что у Португалии их вообще нет, потому что у них изначально есть юнит получше. Ну, суть вы поняли. Окей, хватит на тебя по поводу монтажа от будущего меня. Пора переходить к более практичной категории книг, которые пытаются научить нас тому, что мы будем использовать в будущем. Как вы, возможно, догадались, лучший способ запомнить информацию из этих книг – совместить чтение и дело. Смешать академический подход с применением на практике. В этом и вся суть таких книг, разве нет? В этой секции видео я дам вам несколько показательных примеров того, как я применяю этот концепт на деле. И начнем с книги Брайана Буна о теории музыки. Одна из вещей, которую мы узнаем в самом начале – шаблоны интервалов, которые составляют разные лады. Например, есть специальный шаблон для минорных ладов, и он отличается от шаблона мажорных ладов. Я мог просто прочитать об этом. Это теория музыки, в конце концов, и шаблоны интервалов трудно понять и осмыслить. Но чтобы сделать это лучше, после прочтения я записал один из таких шаблонов на бумаге, поставил у фортепиано и начал тыкать в разные ноты, выстраивая от них лады с помощью этого шаблона. Это помогло мне лучше понять то, как они работают. И это было полезнее, чем если бы я просто прочитал и постарался их выучить. И чтобы еще больше закрепить свои знания, я импровизировал в ладах, которые построил. Чтобы вы не думали об этом отрывке, это куда веселее, чем просто гонять гаммы туда-сюда. Опять же, это относится к той цитате про интерес. Если вы можете привязать то, что учите, к тому, что вам интересно, например, к импровизации, то поймете и запомните это куда эффективнее. Вот вам еще один пример. Книга шифров от Саймона Синха. Здесь есть полная история криптографии, начиная с простейших шифров Цезаря и Скитал, и заканчивая теоретической квантовой криптографией. Если исторические детали из книги можно запомнить с помощью других техник, то сам метод криптоанализа, например, анализ частот, куда понятнее на практике. И сюрприз-сюрприз, в конце книги есть целая секция с головоломками. Пока я читал книгу шифров, то прорешал несколько таких задачек. И по мере того, как я их решал и набивал руку в навыке криптоанализа, мой уровень интереса вырос, и я мог запомнить детали лучше. И да, только поэтому я вообще запомнил, что такое скитала. Забавный факт, знание о разного вида скиталах недавно помогло мне выбраться из квеструма. Так что, если хотите быстрее выбираться из подобных мест, советую прочитать книгу шифров. Окей, в этом видео было достаточно много информации, но я хочу дать вам последний совет. После того, как вы закончили читать главу или ее секцию, прогуляйтесь, отдохните, сходите в зал. На какое-то время вы сдержитесь от потребления новой информации. В современном мире ее становится слишком много, есть куча разных источников. И если не быть осторожным, можно оказаться в ситуации, когда мы потребляем информацию 24 на 7. Но если вы хотите использовать и запоминать эту информацию, нельзя постоянно впитывать что-то новое. Нужно дать тому, что вы только что прочитали и впитали, время помариноваться, устаканиться и интегрироваться в уже существующий банк знаний. Используйте эти техники, чтобы учиться эффективнее, но в то же время держите в голове слова великого Гейба Ньюэлла. Эти вещи, им нужно время. И как всегда, ребят, огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вы нашли здесь что-то полезное, и если да, то ставьте лайк и подписывайтесь здесь, чтобы смотреть новые видео. Еще можно жмякнуть здесь и скачать копию моей книги о том, как улучшить свои оценки, посмотреть еще одно видео с канала вот тут и заценить последний эпизод подкаста вот здесь. Спасибо за просмотр, скоро увидимся.